За утрату доверия в реестр коррупционеров в России началось формирование базы данных чиновников, которые уволены за коррупцию. Избирком Ненинского округа определил участки, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. В чем преимущество таких комплексов перед обычными избирательными урнами? Педагогу детской школы искусства Ринмара объявлена благодарность председателя Совета Федерации. Благодарственное письмо Галине Медведковой вручили сенатор Ненинского округа Валентина Сганич и глава региона Александр Цибульский. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. В России создается реестр чиновников, уволенных за коррупцию. Соответствующий закон в конце прошлого года подписал президент России Владимир Путин. В специальный реестр коррупционеров попадут лица, уволенные с госслужбы за утрату доверия. Попасть в черный список могут сотрудники прокуратуры, силовых ведомств, таможенники и других структур. В этой же базе данных разместят информацию госслужащих, уволенных за коррупционные правонарушения. Данные будут храниться в течение пяти лет. Убрать сведения из реестра можно будет только в случае отмены акта, на основании которого чиновников включили в перечень коррупционеров, либо смерти чиновника. По итогам работы антикоррупционной комиссии Ненецкого округа в 2017 году 13 служащих были привлечены к юридической ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и требований, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В 11 случаях служащие представили недостоверные или неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В двух случаях не приняли меры по исполнению иных антикоррупционных обязанностей. В итоге за совершение коррупционных правонарушений ко всем служащим были применены взыскания. При этом впервые в Ненецком округе одного из служащих уволили из Государственной гражданской службы Ненецкого округа в связи с утратой доверия. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского, коррупция в органах власти Ненецкого округа – это то, что не будет прощаться. Одним из своих принципов, приступив к исполнению обязанностей губернатора, я назвал в администрации, которой я руковожу, будет нулевая практика коррупции. Прошу еще раз учесть, это единственное, что не будет прощаться, подчеркнул Александр Цибульский. Избирательная комиссия Ненецкого округа определила участки, на которых будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней во время проведения выборов президента России 18 марта. Напомню, в регионе четыре таких комплекса. Они выделены округу благодаря программе ЦИК России и позволяют обрабатывать данные голосования в реальном времени. Комплекс обработок избирательных бюллетеней, или коротко КАИБ, позволяет в режиме реального времени ввести подсчет результатов голосования с 8 утра и до 8 вечера в автоматическом режиме. Кроме того, комплексы присоединены к принтерам, которые печатают готовый протокол голосования. КАИБ удобен в использовании и снижает влияние человеческого фактора до минимума. Это не новшество. КАИБы у нас уже применялись на предыдущих выборах, в частности, на предыдущих выборах президента, на выборах наших региональных 2014 года, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, и сейчас они будут применяться. Три комплекса обработки избирательных бюллетеней, они будут применяться у нас на трех избирательных участках, 47, 48 и участок номер 50. Это школа номер 4, школа номер 1 и школа-интернат. Это самые крупные избирательные участки на территории города Наринмара, с численностью превышающей 2000 избирателей. Специально для трех участков в СКАИБ будет отпечатано 6000 избирательных бюллетеней, которые по своей форме будут отличаться от бюллетеней, предназначенных для традиционного голосования без применения технических средств подсчета голосов избирателей. Бюллетени отпечатают на более плотной бумаге, проштампуют прямоугольной печатью черного цвета. А специальная защитная марка будет наклеена на тыльную сторону бюллетеня. В Ненецком округе рассмотрели проект дистанционного образования сельских школьников. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин представил главе региона проект «Цифровое кольцо НАУ». Поручение по проработке вопроса организации дистанционного образования в школах округа Александр Цибульский дал руководителю профильного ведомства ранее. Особенность представленного проекта заключается в создании единой информационно-образовательной среды, где сельские образовательные учреждения округа посредством видеоконференц-связи смогут общаться как с административным центром, так и друг с другом. Оборудование, обеспечивающее видеоконференц-связь, будет установлено во всех крупных муниципалитетах, порядка 20 точек. Также закольцованы будут школы города и Ненецкий центр развития образования, что позволит организовать как уроки для сельских школьников, так и родительские собрания, переподготовку педагогов, отметил Илья Иванкин. Общая стоимость проекта более 10 миллионов рублей. Для того, чтобы реализовать цифровую образовательную среду НАО, а именно дистанционное обучение, нам необходим сервер Поликом, система видеоконференц-связи и необходимо выполнить определенные требования. Прежде всего, это устойчивый канал связи, интернет. Здесь мы отрабатываем с Ненецкой компанией электросвязи. Ну и специалистов по работе с оборудованием мы найдем. Посредством видеоконференц-связи школьники в режиме онлайн могут быть участниками учебного процесса, слушать учителя, выполнять задания и даже проходить промежуточную аттестацию. Александр Цибульский отметил, что прежде чем запускать проект в работу, необходимо тщательно проанализировать его влияние на образовательную систему Ненецкого автономного округа. Глава департамента образования считает, что запуск проекта «Цифровое кольцо НАУ» возможен сразу во всех школах, причем нормативных изменений не потребуется. Администрация Ненецкого округа и Пенсионный фонд заключают соглашение о софинансировании мероприятий по повышению компьютерной грамотности пенсионеров. Проект документа рассмотрен на заседании высшего органа исполнительной власти субъекта. В соответствии с соглашением о предоставлении Пенсионным фондом России субсидию бюджету региона на софинансирование мероприятий соцпрограммы, связанных с укреплением материально-технической базы организации социального обслуживания и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году предполагается выделение средств из федерального и окружного бюджета в соотношении 38% и 62% соответственно. Средства, которые предусмотрены, общая сумма это 154 700 рублей, из федерального бюджета около 100 тысяч рублей, соответственно оставшиеся часть средств, они уже предусмотрены в двух программах, социальная поддержка граждан в Нейнском автономном округе и старшее поколение. То есть, соответственно, на софинансирование из окружного бюджета средств не понадобится, они уже предусмотрены в окружном бюджете, дополнительно выделять не понадобится. На средства программы будет закуплено оборудование для организации обучения и проведены курсы для пенсионеров Нейнского округа. Обучение будет организовано на базе образовательного учреждения, имеющего лицензию на данный вид услуги. Подобная программа в рамках соглашения с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуется в Нейнском округе второй раз. Первый опыт сотрудничества с фондом реализован в 2017 году. Тогда обучение прошли три неработающих жителей Нейнского округа старшего поколения. Педагогу детской школы искусств Наринмара объявлена благодарность представителя Совета Федерации. Благодарственное письмо преподавателю школы искусств Галине Медведковой вручили сенатор от Нейнского округа Валентина Сганич и глава региона Александр Цибульский. Галина Медведкова награждена благодарственным письмом за многолетнюю педагогическую деятельность. Большой вклад в развитие культуры и искусства, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Меня всегда тянуло на профессию преподавать, учить детишек. И вот в 69-м году, закончив нашу музыкальную школу, наш бывший директор, добрая память, Тамара Дмитриевна Попова, она меня отправила учиться в одну сторону, чтобы я не приезжала в августе месяца. И я вернулась сюда поработать. И с тех пор каждый день с радостной душой хожу на работу. Трудовой стаж педагога составляет почти полвека. Все эти годы посвящены эстетическому воспитанию юных нарьинмарцев. При разговоре с Романом Ураланом он как-то высказался, что музыка, она каплей за каплей просачивается в наше сердце и оживляет его. А ведь действительно, наши деточки, они добрые, душевные. И мне кажется, что доброца как раз, всем нам известно, спасет мир. Александр Цибульский поблагодарил Галину Медведкову за работу и пожелал новых творческих успехов и вдохновения. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». В рамках объявленного главой государства года добровольца и волонтера в России и в преддверии Дня российского студенчества собрание депутатов Ненинского округа запустило долгосрочный проект с хэштегом «Про-молодежь-нау». Его основная цель – познакомить жителей с активной и талантливой молодежью Ненинского автономного округа. Ежедневно на страницах социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте собрания депутатов будет рассказываться о молодых людях Ненинского округа, которые реализуют свои проекты, занимаются волонтерством, являются лидерами молодежных движений, победителями региональных всероссийских международных конкурсов и соревнований. Накануне Дня студенчества, Российского Дня студенчества, любимого всеми праздниками, очень бы хотелось сказать добрые слова о нашей молодежи, прежде всего студентах наших учебных заведений окружных, которые неординарно подходят к своей гражданской позиции. Сейчас был небольшой выбор со стороны советов этих учебных заведений и отмечены ребята, которые заняты волонтерством, которые проводят собственные проекты для людей или для, может быть, даже животных, которые нуждаются в помощи. На сегодняшний день отобрано 8 кандидатов. Это бывшие выпускники окружных школ, отличники учебы. В дальнейшем база данных будет пополняться. Переправа через Усть-Усу открыта. Правда, передвигаться по ней пока могут не все автомобилисты. Для кого действуют ограничения? Региональный материнский капитал расширит границы. В случае принятия поправок в окружной закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, получатели регионального маткапитала смогут направлять эти средства на приобретение жилья и за пределами Ненецкого округа. Прием заявлений и документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях соцнайма, может быть организовано по принципу одного окна на базе многофункционального центра. Горсовет внес на рассмотрение парламентариев Ненецкого округа проект окружного закона о внесении изменений в порядок введения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договору соцнайма. Изменения направлены на приведение окружного закона в соответствии с федеральным законом об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В частности, с законопроектом предлагается внести ряд поправок относительно перечня предоставляемых заявителем документов. По словам председателя Наринмарского городского совета Ольги Питуниной, для того, чтобы встать на учет, гражданам необходимо предъявить оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи, а не копии. В пункте четвертого действующей редакции аналогично. Заявитель должен предоставлять копии документов, подтверждающих родственные отношения проживающих с заявителем членов семьи. Предлагается в новой редакции изложить вместо копии документов документы, подтверждающие родственные отношения проживающих с заявителем членов семьи. Представители прокуратуры и депутаты окружного собрания высказали ряд замечаний и предложений по представленному законопроекту. Инициаторам предстоит доработать документ с учетом поправок и вновь представить на рассмотрение парламентариев. Принципиальным является вопрос, необходимы ли формы документов утверждать окружным законом, или можно их утверждение доверить каждому муниципальному образованию отдельно. Возможности использования регионального материнского капитала расширят. На сессии окружного парламента 1 февраля планируется принять в окончательном чтении поправки в закон Ленинского округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. После вступления закона в силу получатели регионального материнского капитала смогут направлять эти средства на приобретение жилья и за пределами Ненинского округа. Таким образом, средства окружного и федерального материнского капитала можно будет объединить для покупки недвижимости в любом субъекте России. Совокупная сумма в данном случае составит 820 тысяч рублей. Исключения составляют случаи, когда получатели регионального сертификата или супруг состоят на учете лиц, нуждающихся в предоставлении жилья из муниципального или государственного жилфонда региона. Вместе с тем, исключение требований не будет учитываться, если переезд в климатические благоприятные регионы рекомендован медиками. По инициативе главы округа Александра Цибульского также внесена поправка, позволяющая тратить средства регионального маткапитала не только на погашение основного долга по жилищному кредиту, но и на первоначальный взнос. Еще одно нововведение коснется оплаты образовательных услуг. Новая редакция закона позволит оплачивать и средств маткапитала любое образование без ограничений. Заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог почти на 20%. По данным мониторинга заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом по Ненинскому округу, за третью неделю января текущего года зарегистрировано 529 случаев ОРВИ. В целом, по округу наблюдается рост заболеваемости населения респираторной вирусной инфекцией на 23,6% по сравнению с предыдущей неделей текущего года. Случаев заболеваемости вирусом гриппа в этом периоде не зарегистрировано. Показатель заболеваемости ОРВИ среди населения округа выше недельного эпидемического порога на 19,8%. В основном болеют дети в организованных коллективах от 3 до 14 лет. В Наринмарии поселки Искатели показатель заболеваемости ОРВИ по совокупности населения незначительно выше эпидемического порога на 8,1%. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в начале января текущего года в стране преобладали вирусы негриппозной этилогии. По данным ВОЗ, с учетом проведенных исследований генетических мутаций вируса гриппа не обнаружено. Вирусы совпадают с вакцинным штаммом, входящим в состав противогриппозных прививок. С 22 января по 5 февраля Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу и Центр гигиены эпидемиологии для жителей округа проводят горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. И последнее. Переправа через Печоро в районе Устюсы открыта для движения легковых автомобилей. Сегодня специальная комиссия приняла работы Усинского ДРСУ по обустройству ледовой переправы через реку Печора. Сейчас движение на данном участке открыто для легковых автомобилей с массой не более трех тонн. Как сообщили в Усинском ДРСУ, претензий к качеству выполненных работ члены комиссии не выявили. В настоящий момент подрядчик установил на объекте все необходимые дорожные знаки и открыл движение для легковых автомобилей. В настоящее время существует ограничение по массе транспортных средств. Поскольку лед на реке еще не имеет достаточную толщину, движение открыто только для автомобилей с массой не более трех тонн. Работники организации напомнили, что глубина реки в районе ледовой переправы достигает 9 метров. Поэтому передвижение по льду автомобилей с массой, превышающей разрешенную, крайне опасно. Для грузовиков движение будет открыто только в феврале. Точные сроки будут зависеть от погодных условий. Переправа через Печору в районе села Усть-Уса ежегодно пользуются жители Ненинского округа и северных районов республики Коми для поездок на большую землю. В этом году в привычные сроки переправа не была открыта из-за теплой погоды. И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.